Начинаем путешествие по нашему красивому городу, город Санкт-Петербургу, по Английской набережной. Сегодня хочу показать вам особняк выдающегося русского полководца и государственного деятеля Ивана Паскевича. Надо отметить, что первым владельцем этого участка на Английской набережной был князь Иван Юрьевич Трубецкой. Трубецкой был военный деятель, соратник Тараперова, участвовал в Северной войне и в результате пленения 18 лет провел плену в Швеции. Он командовал дивизией, в этой войне его пленили. Надо отметить, что Карл XII даже разрешил жене Трубецкого приехать к супругу и жить вместе с ним в Швеции. Позднее он даже был принят во дворе, но через 18 лет царь обменял его на пленного шведского фельдмашера Реншильда. Он был женат на княжне Анастасии Степаной Теевой. После этого женился вторым браком с Ириной Григорьевной Нарышкиной, дочь боярина Нарышкина. То есть впоследствии она была стать дамой. В 1739 году он получил должность московского генерал-губернатора, уехал из Санкт-Петербурга. Ну и естественно, когда он уезжал, он решил все это дело продать. Продал Дмитрию Михайловичу Голицыну, тогда еще совсем молодому человеку, но дальнейший это будущий генерал, тайный советник, дипломат и меценат. В 1787 году, то есть где-то порядка через 30 лет, 30-40 лет, дом перешел жене тайного советника князя Николая Алексеевича Голицына Марии Адамовне. И через 10 лет из-за финансовых трудностей ее семья уже заложила дом императорскому воспитательному дому за смешные, ну по нашим меркам, конечно, смешные деньги. По тем временам это огромные деньги за 7 тысяч рублей. Но через некоторое время она выкупила его назад, вернула свое владение. Через 40 лет, в 1820-х годах, особняк перешел к участнику Бородинскому сражению графу Станиславу Станиславовичу Потоцкому. Здесь устраивались балы и вечера. Кстати, на них присутствовал император. Вот так описывает это мероприятие прейли на императрице. У него в доме я первый раз увидел Елизавету Царевну Воронцова в розовом атласном платье. Тогда носили цепь из драгоценных камней. Ее цепь была из самых крупных бриллиантов. Она танцевала мазурку на удивление всем Потоцким. Вообще, конечно, интересно читаешь, пересчитываешь вот эти вот высказывания. Кстати, здесь достаточно часто бывал Александр Сергеевич Пушкин. Его часто приглашали на вечера. И он очень любил соляные яблочки. Вот так и мороженое. После смерти графа в 1831 году домом владела дочь Александра. В 1842 годы дом перестраивал архитектор Александр Христофорович Пиель. В 1850-х годах дом перешел к генералу фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича. Вот, наконец-то. Новый хозяин вместе с своей женой продолжали устраивать здесь светские вечера, балы. Их приемы отличались особой роскошью. Здесь особенно подавали необыкновенные блюда, приготовленные известным петербургским поваром того времени, господином Радецким. Очень знаменитая фамилия, вот в интернете можно посмотреть. Действительно был очень знаменитый повар. Для Паскевичей, которые стали владельцами этого дома в 1856-1857 годах, господин Пиель опять перестраивает дом. Он создает здесь зимний сад, две галереи, меняет различные интерьеры, главный фасад здания. Ну, в общем, переделывает дом. Через некоторое время Иван Федорович Паскевич умирает. Дому владеет сын Паскевича, генерал-лейтенант Федор Иванович Паскевич. Династия. Ну, новый хозяин опять же что-то перестраивает. Честно говоря, все новые владельцы всегда перестраивают внутреннюю архитектуру и интерьеры здания. Он приглашает генерал-архитектора Роберта Гедыки. И тот меняет галереи двух этажей. И проводит ремонтные работы. Надо отметить, что в доме Паскевича хранилась богатая коллекция боевого турнира на охотящего, холодного, огнестрельного оружия, различных доспехов. И большая часть этой коллекции сейчас хранится в Эрмитаже. Через некоторое время опять проводятся строительные работы. Их уже проводит архитектор Крюгер. Опять меняются интерьеры, парадная лестница, ну и так далее. В 1922 году дом Паскевича принял единственный в СССР музей морского, торгового, мореплавания и портов. Здесь хранились уникальные коллекции моделей пароходов, влагов, архитекта НИИ. Кстати, здесь был настоящий парусный бот Петра Первого, который сгнил во дворе в 1940-х годах. С 1960 года здесь разместился проектный институт Ленжил НИИ проект. А в 1993 году особняк стал принадлежать Московскому индустриальному банку. Вот такая вот интересная история. Вроде как дом, да? Какая богатая, интереснейшая история этого дома. Ну все, всем пока, всем привет. Чуть-чуть посмотрели на этот дом, что-то там даже узнали. И пока-пока.